Поехали, короче говоря, как в России все делается через жопу мне, ну как через жопу, вот в ОВД приехали, там Красолов один есть, нас с Женей мне, приедем, мы вот тоже голову торвем, падла мне, представляешь, я говорю, завтра поедете на войну, я говорю, ради бога, а как, говорю, поедем, я говорю, у нас же, говорю, автоматы, пистолеты, и сумки, вот рядом же ездят, ну, сам знаешь, это херовин, на автобусе повезут, поехали, а как ехать-то, приходите, говорит, на вокзал, на электричку, все, садитесь, едете в Москву, я говорю, ты что, она, я тебе забыл рассказывать, нам же это, как его, и автомат-то не давали ни хера, ты представляешь, да, говорит, поедете, пистолет, а я говорю, а с чем ехать-то, с табельным оружием, я говорю, у тебя крышу едешь, дурачок что ли, я говорю, мы как будто на рыбалку, на клязь, мы поехали, у меня с пистолетом-то, представляешь, я говорю, дайте нам по автомату ходить, автомат, говорю, дайте, зачем он вам там, я говорю, ебтубать, а куда мы попадем-то, ты знаешь, ебтубать, вас в Моздоке там оформят, да, я сейчас скажу, как оформят, да, ага, папашке прихожу в отдел, приезжай, я говорю, папашка, ебтубать, представь нас 4 дурака 4 бронежилета 4 автомата медь магазины ебтовать пистолеты и всякой херни медь а как ехать у пацанов спросил эти как его зовут участвую брать то мне там список написали 15 трусов там 10 порносков ёбтовать всякую вот эту а как же да ну мама ты мне наложила вот такую сумку мечта оккупанты представляешь поехали херни папа гад херни папа представляешь звонил начальнику воды александр ивановичу ептовать александр иванович может я венограду отправлю в этот как его зовут москву у меня ну ладно папа дает короче машину спрашиваем а как бы в москве поедем сайга москве так как поедем но я человек исполнитель а я со старшего значит приезжайте на курский вокзал там около пяти идет этот как его зовут паровоз короче говоря на владикавказ вот приезжаем все а вы люди исполнители приезжаем на курске медь заходим где касса стоит иметь написано 1657 москвал это владикавказ будьте любезны да но написано значит надо все как я же человек исполнительный эти и говорю нам 4 билетика ксиву показал все так вот ради бога подходим паровозу значит брат когда серега спрашивают сколько бы в дорогу добрать 4 или 8 8 труба потому что по дороге то маник чекут попили да да ты шо упали бы там все на на радость взяли 4 значит все идем к паровозу а сумки то ее просто ты мне ну короче вот так за три перератом переноски ездили а поезда подходим проститутка стоит который в провозе вот говорит у вас бумаги на оружие то есть она же все будет как его записано же в этих как его до командировщик револьвер там это все значит кармультука все записано заходим значит одни не русские я думаю ёптой кого попали то мать сейчас арестуют такой они все не по-своему говорят но с не по-нашему ну вот тогда бы сейчас в плен возьмут и сдадут хули за 4 баран то я значит это как его ну все садимся как обычно по чайку мне сели дунули ну по чайку у меня тут сразу этот боевик нашел ножик тут вытаскивать все как положено но все нормально попили погуляли значит все четыре часа утра ты представляешь за ногу дергают епта мать 4 утра но мы маленько выпиши эти там побольше выпивши брат кто у нас кровати же упал его надо было видеть но суть то не в этом ну качал сильно позже короче говоря за ногу меня дергают четыре утра ну я маленько выпивши конечно не а у нас сейчас купе вояка ехал какой-то в зеленой форме ну думал крыша поехала наверно перепел маленько перепутал дверь-то блять за ногу меня ёрга я блять смотрю он вот все вылазим йога ты ебнулся что ли ебта мать 4 саночей вылазим для тех балда гуляет перепел так и не гулять успи дурачок странный глядь ушел но я раз на другой бог не опять за ногу дергать сдаем оружие думаю пиздец кукут вообще не дружит товарищ чтобы его слушать как ты меня вырезать баллы ты и гляньте наху что-то пристал ко мне мне а после смотрю в свете там ходит жени у нас в каморке в куб это темно а там свет бля с вилами эти мужики то думаю ебта мать снится но ты представишь да моника выпишут и думаю блять окружает на свет и с вилами блять а у них еще в папахе в такой ходит эти мужики таможенники черный это как его каракульные думаю не наши нихера на а там другой военной форме ходим и в ментовской блять и у того смотрю виллы блять думаю ебта мать ну может то шутить что ли мне я сажусь такой мальчишки чем проблема то где находимся то они готовы вот умал это украина там как она мне там самой стиль или хер я знаю да я буду стоять в крыше есть что ли как а украина я группу едем ты на юга тебя все вылазим нет я значит сложу я говорю а кто был старше что я говорю я ем то есть вот ксивы у меня все тут у вас автомат то есть я вышел на войну для срока крем поедем что рептами и вы как же есть это а пограничники пойдем оружие писать в ствере их даже это в командировщик написано что курмультук такой-то там все заряда сколько все пошли к проводнице вот к этой проститутки она раздала сука паровоз стал паровоз стал за полкилометра до станция после минут пять с сумками так руководил короче говоря пошел с пограничниками это пограничник то приличный год мы такое оружие перепишем ну думаю хер с ним пусть пишут жалко что бумага терпит ебать слышу там уже затворами щелкают мать в коморке то в нашей думаю ебать война сейчас начнется еще одну в республику мать не победили перед другой вою ебать да все опять международный конфликт мать ага теперь чей этот как его слышу затворы щелкают война начнется а эти кричат мать не стреляйте сейчас спецназ вызовем думает патронов туда смола не победит мы их всех ты представляешь ага и это как его зовут-то туда бегу прибегают с пистолетом сидит боевик ты нажмите и кто чё крышей что я хорошо автоматом это под кровать что мне приставил автомат был выхватили все более это значит этот я говорю мальчишки так давай разберемся по-хорошему чё тут славянь славянь не разберемся не году давай по хорошему власти игру где станции света ничего нету теме ты представьте и до чужой место не знаешь куда ехать теплый вылазим ли они как пойдем пограничникам а у этих тысячи балдат никак не работают они еще так сказать в состоянии кому им то есть вчерашними каким пограничником могу думать шутит ну знаешь бывает переоденутся там хохмута потравить ну ладно короче договорились с ними это как его зовут ну да то что они нам они готовы пойдем ментовку вместо железнодорожными все затаскиваем вещи иначе этих значит в эту в одну комарку сейчас все с рюкзаков вытащим я какую-то там трусы смотреть лет мы у вас автомат а вдруг вы гранат визит я гублять то нам их толку и не видал в жизнь гранат сейчас сказать там ага теперь и значит это ну брат кату браткую димку боевика заводит в этот меня не слушать нефига заводит в этот как комарку и модели комарка а меня в другую комарку то а там значит сидят пограничник таможенник и ментушка и каждый строчит свой протокол спорте же дадут написаешь задержали витек вооруженных этих да мы как будто воевать на них пошли войн ага все туда увели короче их менять увели труляля в общем трещат а меня нач пишут а старше тут если акси у них забрал ну бумаги ты хочешь переписывать каждого актик свой составляет правда у меня бумаги с там и с этими сходу сербом алтых не виллу того ага все трещат год ну чем сейчас мы у вас короче в этом в харьков повезем я буду еще это блядь какой харьков нету надо нам хоть позвонить говорит позвоним его дальше мы в плен то попали приставить руки крутить ага вот хорошо взяли это как две бутылочки еще осталось не допили мы месту это выпили московскую-то две бутылочки александровской братка на минутке поедем вот дал как будто знал что мы с апреля на минутке мол выпьем ага братка в эту тему с ментами с хохлецкими дунул эти две бутылочки то стали брат отцу братка берет по это пуговицу где-то дарю пуговицу и к этому так хохлу там лет запугайся хватило давай как не пугайся уж пьяники живет она тот виск писк не поднет дам пуговицу годовая автомате тебе дала у них же с трезубцем не так как у нас пуговица все заходит от друга ментушка где-то такие пацаны это клевые понимать чем их забирать тобой давай мол отпустим их в этот как его ну домой менять уже сели тут опять дунули агума чешки можешь вам денежку надо монет у нас горе есть собой это так это ну вроде как ну хоть пустили то ага бомжей тут нашли ну короче отдел разошлось душ кофейку давай-то целоваться обниматься боевик на что-то берет этот как его моноски накинул с автоматами этот в обнимку короче чуть не друзья лучше опалку то не все срубили короче нас на паровоз ну правда мальчишки хорош попали на паровоз ну туда в белгард паровоз шел и нас короче на паровоз с бабой там дочерекались там бабы начальник поезда и короче нас на паровоз приезжаем белгородные куда чего херь его знает пошли в этот какие там линейный отдел белгородский а мужик ну начале криминальницы приехал щечни короче говоря ну то есть балду ты представляет чуть такое и говорит мне значит я пришел гульма чешки вот позвонить в этот как его зовут владимир даже сказаться то я просто а то нас ищут в они думают что мы на войне мы в плену там стоишь наш обозначится могут туда вызвали звонить звоню нашему дежурному вводы представляешь вот так и так вот я такой-то такой-то вот старший группу и нас плен тут взяли могут того где я туда находится тягу сейчас белгороди а были то в хохле одеты какого хуя млять вы там я выют мы куда послали туда поехали до сказали на курске на курске сказали бы на казацкий до казанский еще нам тут а денег не страти смерть дальше ну короче дали нам бибику машинку это отвезли на вокзал на белгрид на автобусе значит 6 часов ждем на автобусе ходим там народ пугаем и пошел в шапочках черных он же знает что там грязные формы ментовская и все бабушки подходит президент что ли приезжает обратка в это время с димкой сходили квакнули еще маленько то ну да сугревых лодрыга ты чё февраль же месяц и проценты ходили ходили по пояснике идут ну эти то ходят они по четверо идут вот так видишь строим таким смотрит на нас четверо дураков с автоматами стоит не познавательно знаков ничего и рюкзаки вот такие вот так было видеть как вот в армии вот так строго на 90 градусов в другую сторону поперли значит туда а не видать работу них такая вокруг этого ходить автобусы станции они вот до нас дойдут разворачиваться в другую сторону хоть бы как отварь спросил учиться с автоматами а народ то смотрит мальчишки куда обратка на юга отдыхать и смотрит на короче садимся в автобус поехали в автобусе до воронежем уронишь приезжаем и приехали да не туда с этого там большой вокзал есть вокзал не отправить никуда баба говорит какой-то вокзал есть черти за через речку ехать а баулов у нас ее просто короче берем мотор бить едем туда приезжаем мент нас увидал а едем а там знак такой ну нельзя ехать то водила гадми ну таксисты бит туда нельзя ехать его ем так то нас арестует в 12 часов ночи на с автоматами ковпож победим не пласть с плена вырвались ептать живыми ничего мне а на вокзале того что баба горит местов нету короче говоря но нового я буду херсти на дом стульта просидим ехать и то что надо же ехать нужно приехать до позвонить воды чтобы хоть на войне про угол поставить короче это заходим к линейщикам глаза такие вот один раз спросил мужик там капитан старый как говно мамонта короче говоря говорит это вот куда хоть едет и от я говорю да вот на войну у вас хотите ну есть зачем едете как же вот для командировка я просто дышим мы сами собой что ли по и на войну ну короче у них это переночевали это как его ну конечно попили а что делать то не спится же у нас на паровоз посадили поехали все приезжаем ладно ну прохладный приехали бабы тоже проститутка казалось это это проводница я группа на какой первым вылазим направо или налево на год на право ты представляешь рюкзаков то насколько весь тамбур в рюкзаках вот в этих мы это рюкзаки дочь на право выкинули все народ с паровоза то вылазит же чё там дальше немножко и мне надо ехать подходит по поискам и куда я буду на буду мозга доехать он готовалась надо на ту сторону платформы то егут еще блять еще раньше никто не мог сказать что баба тут крыс так не сказала ну братка сам знаешь язык какой брат как это проститутка на нее а нас не пускает вагон то только дышим и под колесами шли полезем а там всякое вяще да ищет кто-нибудь пойдет в туалет для смоют на тебя правильно не пойдем ну короче часто опять перелазим ее нахер послали меня перелазим залазим в паровоз паровоз мать как вот времен этого какие-то батьки махно блять половина стекол нету там труба залезли блять какой-то в очках капитан задрал нас вообще труба блять вот он ходил пока ехали до мостдока он раз 80 прошелся искал какую-то люсю блять ты веришь нет вот ты писаешь там будь стоишь пройти негде только дверь открывается закрывается закрывается открывается блять вот если дверь открывается наш капитан идет вот открывает вы тут люсю не видели ну первые 20 раз хуй стерпели мне после уже идет хором блять мы люсю не видели блять опять в конец поезда уйдет опять придет для корочка когда ехать братка давай выкинь благо кошка нету в этой штуке то паровоз ты едет кули в первом вагоне вылез в блять по стать грубо говоря в заднем попадешь едем приезжаем мозг док куда ехать хер его знает агаме аминтов тоже все с оружием до 7 брода как мы вот сейчас до грим большевики как бы нам это штаб это найти их не ну куда нас послали то ну один объясняется и штуды и туда и сюда откуда ты представь вот это явки в нашей деревне расскажу куда ехать а в чужой то чертю знать короче так все опять берем приводит нас штаб штаб не пускает что-то упаси господи ну братва стоит на улице а я знаешь как старший захожу мужик говорит отдай автомат и кто чё дурак что любит как тебя сейчас ягод его за дверь выкинул скажешь его и не было так ведь по большому счету я вружок отдам автомат нет дам богат ружок давай мне автомат отдай в дежурку ну думаю чё драта 617 сказать что мы приехали поднимаясь короче следует такой полковник полупьяный такое ощущение из-под стола были вот такой тебе чего ну я говорю так и так товарищ полковник вот приехал туда-сюда такой сидит ты куда должен приехать я говорю одиннадцатого а сегодня какое число я бы 12 лет три тысячи денег истратили пока доехали всем же дает никто за так не возит ага он такой сидит и говорит а на хуй тут нужны я говорю ну если не надо так давай мы поем обратно он будет не какому-то дураку крикнул сходи в штаб захожу там еще пьянень для час пьяни на вот такой сидит глаза выкате я к нему нагибаться он говорит как стоишь перед офицером дубу ебать он меня не видит как же он я видишь я нагнулся мне ну вот глазник вот смотрит а никуда не смотрит и вот видал такие ходят вот вот такие шары блять в пространство куда-то ягу слушка нам надо город мы приехали отправьте нас говорю куда это то сидел сидел да тут вы нахуй не нужны я говорю вот уже второй раз я слышу очень приятно ягра куда нужны мне поезжайте в аэропорт ну радаром военный поймаете вертушку поймаете вертушку нихуя то как мотор будет плечевой поймать вертушку и приезжайте в это в ханкалу а мы люди исполнители чего делать то какой-то автобус едет ягу ты не поедешь туда вот поеду короче привозят нас в аэропорт но в этот народ ром а там хуил мучной какой-то прилетает какой-то замминистра с этого москвы блять так там народу все боссовшись бегают с автобусов всех выгнали холодрыга блять автобусы спрятали за кучу а мы хули как аборигены там ну представь с мешками с автоматами то есть это нормально автобус грязная херово все там бегают омона с таки что-то там москва туда-сюда 20 метров ростом ей-богу все тутюжное то что министр плиты короче четыре часа лови вылетела слава тебе господи все это перекрестились блять массолета там летали его охраняли ветролета где-то все это прилетело до теперь бегом от каждой вертушки к вертушке ты посмотришь это как будто на стоянке такси денег и довези но подбегаешь денег ты не полетишь это в ханкалу иди нахер иди нахер один хороший мужик попался ветролет еле взлетел ей богу с перегрузом был я говорю слушай-ка а у какой-то горьковский но я услышал меня речь такая вещь это манейка не московская могут откуда я горьковский он год ну ладно старлей какой-то ну штурман на ветролете ладно полетим если взлетим думает картина да если взлетим медь игру может как не будет должны сейчас попрыгаем если взлетим у нас большую перегрузку плетием думать и здорово блять на паровозе не убили в плен не сдались теперь дать не хватало с ветролета ебнуться на землю а в жизнь не летал ветролете за трясет ветролета значит ага думаем на значение подержаться падать то будем хоть чтобы не кувыргаться ага короче попрыгал попрыгал ну кричит был плетим ну славьте господи полетим так полетим надо что добывать это короче полетели прилетаем ханкалу вылазим на этом говнюшники 2-то менять вылазим грязище несу свет нами нас короче с этого паровоза выкинули ручку уже нет на сумке хули вот так как беременна баба ходил с эту сумку для тыщу курмультук тащи и автомате ну сам же значит все приблудто вылазим опять хорошего мужик хорош попался опять сдержан скашали пацан хорош мужик походит горит мальчишки в откуда я году вот тарабар со владимира то он говорит а чего прилетели то я вот так вот и прислали поймали вертушку перри прислали он такой а зачем я году вот велели показаться кому-нибудь как груна штаб-то пройти угу тут все серьезно все секрично вот там год пост менты стоят не пустят вас ваша пропуска нет а какой раз блять пропуск там вояки тоже не пустят типа комендатура какой-то вот дрова видишь лежат а там гора дров лежит солдатик там пилит хулишься нету блять механических тепел вручную валят на есть маленькие такие солдатики тоненькие грязные кокчушки мне волга через эти дрова полезайте блять то есть значит через пост не пустят через дрова кто хош нахуй через дрова с этими сумками бред ты представляешь мне так перелазим значит написано штаб ёпта мать и никуда не ходишь на под тебя будьте любезны заходим в штаб ночь где написано же русский заходим там же отмечаться везде приходим в штаб здрасте там это дети нахуй ну думаю как пароль видать пошел в дежурку а ягуро куда идти то мне ну нахуй ты все это неопределенно все-таки место едет дежурку там вам скажут куда идти мне дежурку приходим стоишь такая же картина блять гривот у нас кам а уж хули командирование как это папирос на бумага стали представь сколько раз каждому открывай дурой обуви типа указывает говорит вот куда я вот оттуда приехали сюда а нахуй тут нужны думал блять попал куда надо ебать да ягода куда нужно это ебать ягод пройти нас обратно угод а нас уже витролета летает в это время это своим ходом шли рулите сумками не дотащим ручек уже нету нихуя пришлось это думать что сложим сожрем ашу не сожрем не будешь патроны есть им там и а ходили ходили никому не надо все сходим с автоматами мать но будет газе на пристегнуты мы то откуда знали шик надо отсекивать смотрим написано тыла все-таки старые толвики пошли значит это в тыл заходим а мне саблю туда ли ебать его там этот хер ты прилетал с москвы то ему этот там какой-то купец у него но позывной там для ему саблю принесли а он не знает кому отдать автомате министр замминистра не берет нихера какому-то херу носил тоже не берет даже каком там старшему толовику у его знает кто там такой у спрощил кто самый главный тему и от даже не вот если до сабли как пропуск ну там фамилия была написана то есть решение буду говорить как его зовут захожу откуда я знал что там без рожка надо заходить в кабинет а там генерал сидит два генерала усы со фронтовики после расскажу моник попозже как это а я чё парень крестьянский смотрю народ сидит в приемной то думаю что ждать то есть они сидят значит им не надо да я прямиком ходом а там через стекло то видать что они мужики то эти сидят командир это генерал то я короче дверь открываю и туда летом за мной это хер майор заскакивает хватит мне за автомат я говорю ты чё ебнулся что ли он говорит нельзя сюда ходить с автоматом я говорю что же я тебе его отдам что ли ну представь откуда я знаю он сейчас уйдет за дверь и опять какой раз автомат хотят отнять ты представляешь я говорю не отдам я тебе у меня на ухо стегните пожалуйста а какой то тоже первый день приехал тоже чумной отстегните пожалуйста магазин здесь нельзя я говорю час уже хожу по ханкали можем а генерал пришел все забыли ладно подстегнул подхожу значит к этому полковнику груд тебе груза бля он такой то есть привычное движение 1 сабли 3 до тех под стол а я ну это с ним тут водку отдали тарабара кто какие приехали ага а два генерал сидят генерал на 1 войне надо было видеть у тебя какое ружье то один другому у слова такой высокий говорит у меня от сайга только да у меня тоже сайга то было то есть им в это война до одного места вот на дачке пострелял по бутылочкам так кучно бьет думаю проблем про дачку вспоминает а тут ведь а там грязь сам видал сколько ханкали то мне по сам не хочу меня как будто нет вообще как будет никого нет они рассуждают как вы там дома дачи как клубнику вот сейчас сажать в общем нахуй вот все война короче говоря по был орден мужества будь любезен ебать не выходят с кабинета да ага теперь и че значит иди вон к тому полковнику умешиваю я уж падла что ли они правда нахуй не послал вот единственный раз денег кто-то не посылал которым я соблюдал вроде как неудобно посылать я значит к этому подполковнику подхожу грузушка вот мы такие такие-то приехали куда нам деваться-то блять он вот нахуй чуть не погиб геройские блять башка то в обратную сторону крутится блять а вдруг бы долетел блять ебать погиб бы геройский блять все он не местными а летел на меня метился падла блять все больше не прилетит но вокруг этой палки не будет летать как ты говоришь у нас бы летали блять а кора вот хорошего не летает прикинь бы тут сидишь пиздишь погодь блять готовы на пыль да ну давай туда где-то бы скачущий будет говорить а тоже фотографируешь на чем закончили а подполковнику к этому пришел то говорит нахер вы сюда приехали то я буду хоть запиши что мы приехали вдруг позвонит владимир да а мы еще не приехали а время же 12 число день рождения как раз у меня а музыки там еще четыре бутылочки водочки литровых купили думка где рождение прошел зря что ли и говорит куда их отправить с этим мужиком которым я саблю подарил тот говорит допустим в грозный думаю ради бога надо же определиться с чем-то я буду в грозный так в розы давай в грозный его как туда ехать то он к того час выходите штабы на левого рота будут и горит это поймайте машину едете в грозный я гребт мать ветролёт поймаете мне машину поймать его кто нас повезет первый раз вот и меня увидишь разве поведешь меня ага вышли меня грязюка смерть медь ходит там часовой около штаба то чтобы не дай бог кто не зашел там командующим там в таких грязных штанишках ходили бродили я говорю ну давай где хоть а мол 4 часа после 4 у нас тру-ля-ля ну нельзя ездить то я говорю слушай а как же а там есть гостевая палатка вы были там гостевой палатки то жопа а я тебе вот я то там должен ночевать в день рождение своего родной но вы туда надо выкушать все четыре бутылочки день рождение пройдет не зря мы туда куда дошли упали грязь его хорошо чуваши приехали моно а к ним пацаны приехали которых они приехали менять мне говорит вот сашка то командир техни так вон сейчас мальчишки в грозный поэт мы вас захватим говорит ага я буду ради бога где машина то они далеко тут около танка а теперь раз приехал откуда за же танк стоит ну дум недалеко так недалеко только вы не вставать от нами одно время тушь но где-то минут на без 25 но клопите уже был то есть нельзя ну да можно ага догоняйте мол нас мы передом пойдем а сами с этими как его зовут у них только автоматы все у нас рюкзаки все это думаю ладно полный рюкзаков учу вашего ставили пошли пешком дуем 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 ведь имени уже а они уж они быстро ждут их они налегке а клещи по яйца короче говоря и это дуем за ними тут машины бтр сзади пипи как я гриб твой к куда уйдешь что блять склеи то ведь короче мы береги бтр и добежали короче это айти да все ханкалужу вот так обойдешь к танку к танку ты это ты представь мы сворот вышли где ваш вагон там эти стать недалеко да а грязюк внутри я не знаю сколько три но уже опыта вся сырая была точными пришли дальше у танка годзилла стоит наш что броневик то в роту это как на такси ехали честное слово на мерседесе ощущение после пешком то идти то ноги тоже вот до сюда стерли съем там ног то не видать куль вот куча грязи вот столько и все в годзилл залазим едем а уж темно ну не до фонаря же тут нет а уж время 6 часов а до 4 тоже можно омон соседят и горит если будут по нам стрелять вы не переживайте от свои думы и автоматич не хватало лет своих погибными проезжая на все блокпосты тут минутку как раз роман под романским мостом тру ля ля все батюшки исторические места все до приезжаем сюда будут заезжаем пацаны вот тут стоят вот в этом дому-то заехали значит приходим в дежурку дать картина то что фонкале в моздоке дежурный сидит ягусушка вот мы приехали тары бары ноги старые нас сюда прислали только то нахуй тут нужны и к слушай блять а куда еще ехать-то моздоки туда же посылали фонкале в это же направление и тут нахуй посылают стоишь я грубит но отправьте нас куда не то ты мне тут год вон там ищите ночевать себе мед водила с москвы живут на первом этаже то в говнющики твой в аквариуме там не играет это как его зовут переночевайте завтра увидим блять приходит упрад пацаны встретили опять хорошо тем более сводка как не встретите земляки дунули за день рождения спать легли они топили соляркой он год на втором ярости пустые кровати спитит взять туда бы душегубки будет спать то не все на первом спали то блять а там от солярка отверстишь не дыма блять ну полтора метра на землю нету а там дым вот не видно кровать то так вот подымешься где спишь как в облаках этого залез значит минут десять подышал думаю пиздец не дышится писаешь уж как спали берут куртку беру на голову дел рукав выслал как хобот у слона то про право вниз туда опустил ну там посвежит ага утром встали ну тут нормально приходит папаша ботинки давай спрашивать то где че работал как раз смена была тут мять а это все уехали один остался оценка который сидел на эту хуйню ну ты кто там ты это 5 10 серега я был старшина димка там такой-то папа говорит нам такие не нужны думаю 5 приехали ебать где еще нужны там а пока хер посылали туда до бумага ведь официально пришла приказ там тары бар ноги старыш вот сюда то отправить имел несторожность сказать это я значит имел несторожность к шокот в штабе работал а чё работать в лесу там какой компьютер блять там машинка печатная беденгер стоит бить право и пока дров на то есть пока пары подымешь правда с капотом с каким стартак интересными капот открываешь там эти буковки поправишь опять а там еще веги буки вот эти буквы ты мне я говорю вот вот видишь компьютер и увижу но я видел это издалека так как тронясь не нажимал ни на одну кнопку мне страсть божья и как сказать что стоит 25 тысяч со всей это приблуды я в год столько не зарабатываю сейчас нажми эту кнопку фыкнет компьютер садист будешь на нем работать думаю вот таки хуя себе а подсадочи не уехала через ночь из 3 что дня уехал санька то который на нем работал то и кусает и покажи как включать ты уют на машинке ты представляй как печатать табли а как чего-то на верхней кнопке не нажимай вот мышка поводишь бы думаю очень чуть поведешь и пахнет и все опять вся жизнь прошла насмарку ага ага на другой день прихожу там забивать всякую информацию туда-сюда ну печатать у меня он все мне включит а печатать тоже ради бога стирать у меня научили там такая черточка все чик-чирик печатаю значит ага теперь запомни я говорю я запомнил но я тут куда-то туда на кнопку туда я бы я все запомнил ну дословно не запомнишь конечно гердова это запоминай вот там надежда крестики в твое мышкой иметь и мол все запомнится думаю керрины мышка не будешь вели думая дай вот эту хуйю который печатаешь пошевелил блять пошевелил нихуя ничего не шевелится и думаю давай мышка боюся и представь если пыхнет а меня настрочали что это вещь дорогая там этот который печатает как он называет принтер что ли а там от херой начиная вечно там что-то 1015 рублей стоит и так прикинул никаких боевых не хватит ага раз поводил поводил этих нашел квадратик так все осталось а думаю сейчас ну нажму сотрется все опять потом печатать сами на по две страницы печатать и день за днем вот так научился денег уезжал говорит вот тут все информации по нашему отряду то до свидания она что нажал хуй его знает короче там утречком ну и уехал он я утром прихожу ну набивать а там вообще ничего мам не горю и короче говоря и вот считает целый месяцами все печатал мне набивал блять глаза в чё в три до в четыре уйдешь а в семь идти на дружину печатать придешь глаза ткук берет я сам таких все глаз не взял правда правда вот вот как лукошки блять папа говорит а жил то в 405 считай в три придешь проходной двор блять спать ложишься блять тык-тык-тык-тык дай прикурить прикурил мне ложишь ушел минут 20 проходит овка дай сигареточку я говорю блять как будто я самый крайний ёпта мать я горюшок лет на всем этаже и курить никого нету все спят я горя буду стучи смена блять да все 20 минут проходит нас бандерлог был это как его зовут-то бычейстник да какой бычейстик у нас был бандерлог не клейкуха была вот его вы его не видали там чучело такое труба блять все железки блять грозного стащил блять черепа с дырками тут в голове этим мины ты блять принесет как грохнет блять смотришь как кембит и все блять пропала молодость он повез и не знаю сумок 6 на ягрую это как вода тащишься и все дело там нет все он придет часа в четыре блять вовка дай покурим я грызу что блять а все спят как человеке блять папа говорит блять утром придешь глаза того папа говорит о сынок ты хоть куда-нибудь то спешим твои ягод папа сплю а вот а сколько ты спишься ягоду часа три то попытаюсь блять услуги ягру может мне выходной даже за свой счет вы хоть поспать денечек то блять тот нихера был дома выспится а что поехал поехал у нас со всей собинки один мужик только был начальник уголовки короче говоря но он рассказал что бардак там я по телевизору все как показывают то эти город иван иван дмитриевич ты не застал мужик был командир омона таганровского труба за 100 баков баба как от приехал с нтв говорит мне хочется снять мирный город и как же мы тем мирный город глянь куда не глянь одни дырки она говорит мне хочется чтобы первый трамвай про грозным проехал где же мне трава это не могут найдете 100 баков вам дам те короче в подворотне находит трамвай без колес короче говоря цепляет за бетро и 100 баков все-таки деньги до цепляет ее трусом она год над чтоб там люди шевелились в нем ходили а стекол то нету ну хоть видимость создать черт не первый трамвай доходит без стекол до насрать больно едет и черт ним а колеса не снимает бабы ты ну вот так снимает чтобы видать был то где человеке ты ходит вот они до служит и тянули короче до этого как его до моста то давай 100 баков мы в обратную сторону его притащим от меня больше денег нету хуяк с моста и скинули блять ну и раз не платит им вот а поехал чё поехал посмотреть какой тут гадюшник для красота то ем там мирный городный вот и все мир вчера видали какой мир то раньше у них расписание был к приехали с 9 до 9 вечера мир у нас вот здесь в округе с 9 до 12 как по будильнику мне а мод какая тут новая смена приезжает давай по нам стрелять ну чтоб попугать то хочу пугать из не знаю чего бояться то правильно откуда прилетит как мужики говорят которую слышишь то не бойся правильно а так чего фугасы рвутся народ стреляет хороший мир хорошими мы пойдем погуляем часика в десять вечером под контролем все будет все эти дни не лермонтов юртки как какую-то пизду город пойдем сходим за коньячком то чай тут растяжечки стоят мой злотый у нас тут товарищ один за коньячком ли идет на стему пацана спрашивает где покороче противник от вот туда поди блять пошел гулять все подорвался нафиг ну правда как написали что в бою как вася в жопу-то ранен лифтой вася у нас в жопу ранили мне это же жопой напился сел на печку срака теперь срака все обгорело а домой-то приедет представляешь трусы-то снимет все ввечь в рабы герой но ты же видел не пасть ходит а он сейчас ходит без штанов юбку и делал ну как у нее трусы-то не снять они же прилипли к коже тут но он жопу сел на печку уж ходил то все поиску он сходил куда в жопу его пострелили так это нормально ходил видали же меня а уж на печку жопу сел там хуй скроешь я разухожу бы ческу ёпты вася в юбке глава в кепке сидит едет в этой шуршу не мне и это какие полотенцем убежал среду бы ёпту вас эту крышу поехал куку съехала бабы прикинулся и в бабу переделся он такой коленку снимает они что все замотаны простыней замотал нет наш какой-то шприц-то едва вот те от головы вот от жопы не перепутаем по полом разломить таблетку и платье все первые головы пьешь 2 у нас там четыре шприца и троих ведь ни разу не видел не два раза видел мать один пришел грязный к нам туда в каморку то мы раз зимка стирались у меня заходит в дупло никакой веришь нет 100 лет у меня пойдем постреляем я у тебя балдашу съехал у тебя игры магазин то нет ни пизды а как же я стрелял ты в дуку куку поехала совсем один вот шприц ездит толстый вот который ай чиприцы все пиздец как этим не не вылазит с этого дела ты че какой тут шок не шок стояником и две недели все и отходишь как у нас старшина говорил приезжаешь в командировку выпил в первый день за принятие должности откуда было 45 суток тогда попроще было 45 суток чего выдержишь пить-то очнулся все дембельский гор где на распины поехал им ты видал несколько орденов то ты что я сейчас на спину вешать этот почетный библиотекарь россии чё только нет а сейчас и что-то все значки подменили брата мы вручили чем нам долго что на плане раскатали чё водочкой но сейчас заметь не пьем почти почти но почти но вечерком как-то не не уснешь перерабатываешь так сказать не ну пацаны хорошего вояки тут слава тебе господи возьми те же чеченцев умницы вот у них кстати сухой закон у чеченцев вот пятый год капли никто не пьет представляешь вообще не пьют вот как приехали не пьют но мы видишь в люди вольны были оде ездят и не знаю сейчас конка лета вылезли не с поезда пацан это приехал же сон какой-то менять какой-то отдел ты уже точно не могу сказать что приехали сказали боевых не будет вот и все никто не пою а кто поедет я ну где нет я уже все про душ не не для камеры вот я поехал не за деньгами просто чтобы не было написано в личном деле что был правильно а то начинаешь с кем-то ругаться он говорит туда съезди вот теперь я съездил палочка есть уж 50 лет я сюда хер поеду ебать как он сонсаны что-то кондрашка хватит то еще и чей-нибудь ну все дать нас так что нахер как почему там есть дяденька ты в курсе мне приехал капитаном третий срок нет два ордена мужества не понимать уже подполковник на букву с хорошей фамилии день ты дома найдут ему яйца вторую по самый корень дурачок мне так кажется дружище ты дал какая там стройка фанка лето вот надо вечерком сейчас вот лишь тише стало послушать как их там плавит то лишь те гуру на пасху ты обновить обстрелить и собирались для чехом то договорились пойдем война только то я вам про башляю автомате пойдем воевать эту как я у меня ханкалу сраными это вот так встретишь день это скажет ты где скажет я тоже на войне был до спрощит и где был скорость ханкале скажет падла ты узкоглаза блять глаза ты ему вытыкнуть порно а тут все мальчишки хорошие честное слово веришь все наверное кого по моему по глупому дружище колючей проволока грудить тройной мать кран выключить газовый мать свет но русских надо вывести кое-что не вычитает до хера 60 62 вам русских бабушек 2 бабы уже грохнули за месяц зато и хера наших стрелять можно значит до одного из игрок не ших него так все труба трагедии хватит они тоже человеке по большому счету приедет тебе в деревню на дачу до приедете с гранатомета ебнет ебать развалился дом ты чем придешь ему с транспарантом будьте любезны что ли такой тоже плохо но больше не поеду веришь нет честное слово не поеду да кто тут еще думаешь эти вот жители воюют что ли сейчас нифига ну а ну вот бумажка у нас там этих странах грохнули которых и в плен ты взяли какой-то какой 79 81 78 мой там мужиков ведь нет ни хера по сводкам то почитай молодежь работать нигде сейчас он год за 300 рублей фугас ставит хочу сумочку взял поставил 300 рублей кнопочку нажал ну так вещь а сверху надо на камеру снимать так тихер кто денег и заплатит всем-то камеру не да даешь мне все равно же видишь снимает значит кому-то надо мне вот не надо как официально это официально почти никого ну официально ты же видал все хорошего у нас тут все мирно все дружными вот так до хера ну как до хера по ментам сам видал три месяца будьте любезны дюжина так это только официально считает 200 иметь а вот так если это как его а в госпитале крикнула царствами небесными и же не пишется что он понял про не уже все дома как будто помер все будьте любезны а все идут как 300 и ранены легкий какой легкими ну как этот сам же раз маленькая осколочек и ножка блядь двигается дом кому нужен никому не нужен бог милует слава тебе господи живые уедем не очень хорошо командиры хорошими так ведь папашка золотой не было папашки вообще буш труба тут ничего было папашка всех сдерживаться на эту хунка луж давно блять перестреляли козлов странах для по большому счету то а сюда ведь не до тварь не приедет так быть на херата генералов тут видал на северный прилетел министр мять дал значок за службу на кавказе москву приехал и сказал такого значка нет ассамблей дает про сенок мить слава тебе господи сняли мять это не лучшими хуй по большому счету как у нас папа говорит сколько ментов было меня это при министрами внутренних дел сколько по пальцам сосчитаешь им тать остальные все хуй знает откуда блять комсомольские департийные деятели я помню пришел фуражку натянули звездочку ёбнули все будьте любезны да мент блять они да у пьяного на него отрезвитель не принес ко мне бы принес представь министр пьяного будьте любезны до оформите до протокол да не напишет мять акси вот и всякие писать он на темную хуй предполагал не в таком количестве